Это ОБОЗ ТВ, работаем живьем и гость наш сегодняшний Сергей Харченко, кандидат на пост главы Федерации Футбола Киева. Остановились мы на проблемных точках выборов главы Федерации. Но вы сказали, у тебя есть надежда на честные выборы? Я говорю, были, но таят. Таят, я читаю ваш пост, вы тут недавний, что вы написали, что ожидаете честную игру, но тем не менее не отбрасываете, что будут интриги, ковыряние в грязном белье, использование админресурса и так далее и тому подобное. Я предпросил и предупреждал этого не делать своих коллег и своих соратников, потому что мы находимся в одной семье футбольной. Но у меня сегодня есть вопросы, как кандидата. Я считаю, что мои права и права других кандидатов, они не такие, не в таком масштабе. Я нахожусь не в конкурентной среде с Игорем Кочтом. Но в чем это заключается? Потому что сегодня мы увидели, что Федерация Футбола Киева опубликовала список делегатов, по-моему, 96 человек. Прошло 6 дней с момента того, как они должны были дать эти списки, а мы увидели о том, что 17 числа списки были засекречены. Кем это делалось? Есть комиссия по реорганизации Федерации Футбола Украины, в которую входят люди администрации. Они полностью зависят от конкретно Игоря Кочтом, потому что он им зарплату платит. Эти товарищи засекретили протоколы и 6 дней никто не понимал вообще. А кто делегат? А с кем мне вести свою предвыборную кампанию? Вот садиться и рассказывать о том, что... То есть это задело и вас, и Владислава Ващука, я так понимаю. Это меня очень сильно задело. Ну, я думаю, что и Влада задело. Потому что мы, конечно, мы общаемся, мы обмениваемся информацией. И я считаю, что это не демократично. Мои права ущемлены. После того, как мы подняли определенную вот такую волну, сказали, что, ребят, ну что, это не по правилам, это не фаерплей. Сегодня, вот 15 минут назад, я узнаю о том, что опубликовываются списки. Опять же, опубликованы просто фамилии. Опубликованы просто фамилии. Непонятно, какой делегат их выдвинул. Непонятно, от кого он идет. И тогда, то есть создается такое впечатление, что процесс затягивается специально, чтобы до 1 декабря у меня и у Влада не было возможности в полном масштабе проявить свою предвыборную кампанию. Собрать людей, персонально с каждым встретиться. Потому что, понимаете, одно дело собрать всех в присутствии Кочетова, камер. И человек сидит, и может быть он не выскажет того, чего он выскажет. Если мы с ним встретимся один на один, я услышу его проблемы, я услышу его, то, что он реально считает. Положу свою программу, приду со своей программой. Будет Влад, будет Кочетов. Будут эти делегаты, которых еще надо подумать и проверить, а кто их выдвинул, а как их выдвинули. Одно дело, был звоночек с улицы Металлистов, там где находится офис Федерации Футбола Киева. И директор, имея право подписи и печати, не собирая актив, родительский комитет, тренеров, то есть полностью, да, он решает о том, что пойдет на выборы Иванов и Сидоров. И направляет протокольчик в Федерацию Футбола Киева. 1 декабря приезжают эти ребята, они все уважаемые, наверное, люди, эти фамилии, но они изначально едут туда для того, чтобы поднять голос, понятно, за кого, руку. Ну, ребята, это, я считаю, это нечестно. Я просил, давайте играть по-честному. Если вы в такую игру играете, да, ну тогда мы будем ставить вопрос о том, что давайте менять комиссию по реорганизации, давайте ставить независимых ребят. Что для этого нужно сделать? Ну, я не знаю, это я же только 10-15 минут назад, вот сидя, придя сюда, увидел о том, что делегаты обнародованы, есть юристы в команде у меня, в команде у Васчука. Пусть они, как бы, сегодня в правовом поле скажут, и пусть Кочетов Игорь Николаевич тоже сядет вместе с нами. И мы скажем, ребят, давайте создадим правила, положим руки на стол, а не под стол, проведем выборы, если я проиграю, Игорь, я пожимаю тебе руку, и тебе помогу работать дальше 5 лет. Но тебе будет это сложно сделать, если руки будут на столе. Ну, то есть диалога между Вами нет? Пока нет, к сожалению, я готов к диалогу. Ну, Вы также пишите без альтернативности, что вместо... Вот это мне тоже, это меня тоже, знаете, меня это тоже возбуждает, это же как наши, мы все из того, из той страны, советской страны, вот это вот наша ментальность, или он, или не он, или он. Ну, как такое может быть? Мой конкретный коллективный член, Киевская ассоциация пляжного футбола, которого, ну, я имею право знать, что там происходит, я фундатор вообще пляжного футбола в Украине. Неделю назад, чисто случайно, разговаривая со своим коллегой, партнером, головой этого осередка, он мне говорит, так был звонок, попросили включить делегата, там, фамилию такую-то. Ну, а он не опытный парень, ну, взял и включил эту фамилию, и отправил протокольчик. Говорю, Волод, ну, мы живем же уже совсем в другой стране. Разве так можно? То есть даже Ваша родная ассоциация, скорее всего, проголосует не за Вас? Нет, так это же я включился, понятное дело, уже все, уже изменили, уже провели, уже провели этого человека, которого попросили, мы уже его отправили на почетно заслуженный отдых, его нету уже делегатом с нашей стороны. Ну, а я могу себе представить, если это в моей родной, ну, вот, организации, которой я, как бы, имею честь быть на одной стороне с ними, то что происходит в других командах, которые, допустим, являются бюджетными командами, детские? Ну, смотрите, есть недовольство вот этими всеми старыми процедурами, да, непрозрачностью. Вели ли Вы диалог, допустим, с Федерацией футбола Украина, где сидят, ну, ключевые функционеры, пытались ли донести какие-то мысли до руководства федерации, чтобы повлиять как-то на вот этот процесс? Это правда, что все ключи находятся на Федерации футбола Украины, но на самом деле я считаю, что все-таки это семья киевская. У нас есть мэр Киева, у нас есть департамент образования, у нас есть депутаты Киевской Минской Рады, у нас есть актив, и вот этих вот 100 человек плюс родители плюс все, мы как-то должны разобраться в своей семье. Если мы не разберемся, я тогда думаю, что мы попросим третейского судью в лице руководства Федерации футбола Украины посмотреть на ситуацию, а что ж тут творится. Если здесь будет неправедность, мы будем просить включиться в Федерацию футбола Украины, в процесс. А, наверное, ну, а там уже я не могу сказать, как себя поведет Федерация. Сергей, ну я так понимаю, что то ваше видение, новшества какие-то, да, в принципе, у вас есть история успеха в ассоциации пляжного футбола, есть евро-трофей, в принципе, наверное, вы бы хотели что-то из этого воплотить на должности главы Федерации футбола Киева, да, но пытаетесь ли вы как-то донести до тех людей свое видение, и в чем оно заключается? Смотрите, ну, во-первых, не едины мы победой на Евро-2016 в пляжном футболе. Это один из наших, то, что мы можем сказать, ребята, это наше достижение. Я имею более глубокие достижения, скажем так, как менеджер в маркетинговой сфере. Я вхожу в пул тех менеджеров в Украине, это очень узкая профессия, спортивный маркетинг, да. Я воспитывался в корпорации «Инфоспорт», и, кстати, в 96-м, 7-м, 8-м, 9-м годах проходил, как бы, так скажем, эти первые уроки Федерации баскетбола Украины, гимнастики, гандбола, волейбола, тенниса. Это потом уже я пришел в футбол и начал все свои знания и опыт уделять тому, что у меня сердце, потому что я сам футболист по детям, не состоявшийся футболист, но состоявшийся как менеджер. Так вот, мои маркетинговые успехи говорят о следующем, что мои компании на рынке, которые работали, рекламные агентства в области спорта, они все были успешными. И «Инфоспорт Маркетинг», и «Медиаспорт Промоушен», я как менеджер и моя команда первыми создали телевизионный рекламный пул всех футбольных клубов Украины по футболу. «Динамо Киев», «Шахтер Донецк» и плюс 14 клубов передали нам свои рекламные и телевизионные права, и мы впервые нашли титульного спонсора для чемпионата Украины по футболу. 2004-2005 год. Не буду называть свою марку, потому что это будет реклама, неоплаченная, я так понимаю. Мы после эфира договорились. Да, после, да. Поэтому, ребят, я знаю, как работать. Я знаю, как сделать так, моя команда знает, как сделать так, чтобы мы не были ориентированы исключительно на взносы родителей. Ну, смотрите, что-то появится. Вы можете, вот, нас сейчас смотрят, наверное, родители каких-то мальчиков, которых мы видим на экране, которые бегают в футбол. Появится следующее. На сегодняшний момент, если быть конкретным, вы платите сколько? Ну, допустим, 3000 гривен взнос за участие в соревновании. При моей каденции вы будете платить 1500 минимум. А может быть и бесплатно. Так, мы зафиксировали это обещание. А может быть. Стадионы новые, поля появятся? Стадионы и поля появятся, неважно, при мне или при Вощуке. Тут уже неважно, кто выиграет. Это тенденция развития рынка сейчас. Кличко очень много делает в Киеве для развития спорта. И Повелка сейчас включился, очень мощный завод по производству синтетики. Я более чем уверен, что вот эти малышики поля, они появятся. Но другой вопрос. Как себя поведет в этой работе Федерация футбола Киева? Она будет в работе или она будет в скобках или за скобками? Так вот, задача Федерации быть менеджером этого процесса. И потом на построенных полях за счет возможности бюджета, Федерации, УЕФА, Хитрика, объединить эти поля для того, чтобы они работали на благо соревновательного процесса Федерации футбола Киева. А чтобы не получилось так, что поля настроятся, а потом Федерация будет вынуждена бегать и говорить, так у нас полей нету, чтобы проводить, так у нас полей нету, чтобы проводить. Ребята, так надо работать, надо коммуницировать. Повелка, народные депутаты Киеврады, Кличко, Департамент образования с землей порешали вопросы. Вопрос к администрации действующей Федерации футбола Киева. За 10 лет, 15 лет Федерация футбола Киева не спромоглась, видвесты ни одного участка в свою корысть для того, чтобы на этом участке построить футбольное поле. Невозможно построить футбольное поле и вечно рассказывать, как все плохо, если у тебя земли нет. Если у тебя есть земля, у тебя появляется инвестор моментально. Если у тебя нет земли, забудь. Даже не приходи, никуда не рассказывай, что все плохо. Я говорю об этом не как человек, который... То есть вы готовы взять на себя эту работу? Я говорю о том, что я реализовал это в рамках, в том числе, вот вы спросили, какие у меня достижения. Евро, маркетинг. Третье. Я за 10 последних лет в Киеве построил единственную, если я не ошибаюсь, возможно одну из единственных, как инвестор, баз для аматорского и детского футбола. Приезжайте в гидропарк городспорта, посмотрите, как это сделано. Сергей, мы желаем вам успехов на предстоящих выборах Федерации футбола Киева. К сожалению, наше время эфирное подходит к своему завершению. Смотрите об ОСТВ, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Смотрите нас дальше, будет интересно. Спасибо. 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 Спасибо.